Верхняя часть рецепторных клеток состоит из многих миллионов молекул зрительного пигмента, в состав которого входит витамин А. Под действием света молекула пигмента распадается и начинается процесс преобразования световой энергии в биоэлектрическую. И нервный импульс по зрительному нерву передается в головной мозг. Участие палочек и колбочек в процессе зрения не одинаково. Палочки обеспечивают бесцветное, сумеречное зрение. Они чрезвычайно чувствительны и позволяют нам видеть при самом слабом освещении. Зрение — это работа миллионов рецепторных клеток. При недостатке витамина А палочки перестают работать. И в сумерке человек видит как голуби или куры, у которых зрение преимущественно колбочковое. Это так называемая куриная слепота. В дневном, цветовом зрении главную роль играют колбочки. Со времен Ломоносова установлено, что пигмент одних колбочек чувствительен только к красному цвету, других — к синему, третьих — к желтому. Различные сочетания трех видов возбужденных колбочек позволяют нам видеть все краски мира. Итак, первыми встречают день палочки. Пока не взошло солнце, все вокруг черно-белое. Но вот светлеет, включаются колбочки. Появляются красные, зеленые. Глаз приспосабливается к дневному видению. Бывает, что цветоощущение у человека нарушено. И тогда он видит мир немного иначе, чем все. Это даже интересно, если ты художник. И опасно, если водитель автомобиля.